МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Вести Ульяновск, в студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в выпуске. Новые идеи и доходные решения. Область подставила плечо предпринимателям. Рушится надежда и рушится дом. Дом купца Кутенина в аварийном состоянии. Жить вместе. В Ульяновске проходит российско-германский диалог-форум. Ульяновская область в первом полугодии заняла третье место по социально-экономическому развитию в Приволжском федеральном округе. Эту позицию регион заслужил благодаря поддержке малого и среднего бизнеса. Новые идеи по его развитию разработали в ходе последней недели предпринимательских инициатив. С орехами, с лакрицей и даже с морской солью. На малом предприятии выпускают шоколад ручной работы. По вкусовым качествам сладкий продукт не уступает европейскому. Губернатор Сергей Морозов захотел лично изготовить четыре плитки. Его первый шоколад не вышел кумом. Если мне его позволят взять с собой, конечно, я возьму своим дочерям и супруге, чтобы я ни разу не производил шоколад. В день до тонны продукции. Кроме шоколада на предприятии выпускают мармелад, а еще печенье. Многие операции ручные. Но скоро предприятие приобретет по лизингу новую линию. Она дорогая. Область поможет с уплатой первого взноса. Мы подали заявку на грант, на данную меру поддержки. Соответственно, в августе рассмотрение данного гранта. И мы очень рассчитываем, что нам повезет. И мы выиграем. В области поддержат бизнес, который осваивает нишу малой энергетики. На этом предприятии производят ветряные двигатели, солнечные батареи и коллекторы. Вот она альтернатива ТЭЦ. Иными словами, светофором дешевое электричество, людям горячую воду и обогрев домов. Она бесшумная. Сколько бы ни крутил, 300 дачи-то, вы ничего не слышите. А ведь главный критерий. Соседи у нас стояли в частности. Никто никому не жалуется, не на что. Правильно? Нет шумовых характеристик, самый главный критерий. А попробуйте с бензогенератором. На предприятии производят также аквоемкости. Губернатор заинтересовался этой продукцией. Ее можно использовать как бассейны в дошкольных учреждениях. А в этом боксе изготавливают кухонные гарнитуры. Продукция эконом-класса, клиенты-покупатели со средним достатком. Само предприятие успешно держится на плаву. Область вовремя ему подставила плечо. Потихонечку грянул как раз кризис. Занялись модернизацией производства. Хотели приобрести станок. Доллар пошел вверх. Мы начали искать, кто нам поможет приобретение этого станка. Обратились в корпорацию как раз по развитию предпринимательства. Нам тут же пошли навстречу. Предпринимателю корпорация предоставила микрозаем. С процентной ставкой ниже инфляции. Благодаря кредиту предприятие выдержало валютный обвал. Но время не стоит на месте. В области хотят переформатировать работу с малым и средним бизнесом. Одна из основных задач, которую ставит перед нами губернатор, это выращивание предпринимателей. Формирование комфортной среды для гораздо большего количества вовлечения людей в предпринимательскую деятельность, формирование региональных домашних брендов и выведение их на национальные и также международные рынки. После объезда состоялось подведение итогов недели предпринимательских инициатив. В ходе нее бизнесмены предложили поправки в федеральное законодательство. Губернатор Сергей Морозов проинформировал о том, что предприниматели смогут рассчитывать на длинные кредиты от области и федералов. Я думаю, что нам удастся внедрять новые продукты проектного финансирования, которые будут предоставлять нам право и возможность предоставлять вам госзаймы местным производителям на срок до 10 лет. На подведении итогов отметили, что ряд ульянских инициатив успешно засветились на столичном уровне. Благодаря предложениям федеральное правительство приняло нужные для бизнеса нормативно-правовые акты. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. В Ленинском районе никак не могут обследовать один из домов. Он разрушается. Собственники квартир несколько лет обивают пороги судов и кабинетов чиновников. Но добиться расселения дома не получается. И 30 июня заключение техническое. Все документы для межведственной комиссии будут готовы. Вот я лично обещаю. Этот разговор был три месяца назад. До этого обещания обитатели Гончарова, 37, поведали СМИ о своей беде. По дому пошли трещины, стены перекосились, полы на грани провала, кровли на грани обвала. В квартирах проливные дожди. Вот это может рухнуть. И у меня, говорю, проливал меня здесь. Прихожую проливал, теперь свету нет. Конечно, обидно. Конечно, блядь, что за жизнь. Даже существование мне назовешь. Не только жизнью. А дети за что мучаются? Почему они-то должны мучиться? Почему ждать мы должны, что печка вот-вот грохнется? Или потолок обвалится? Суды встали на сторону людей. Последний шаг – это экспертиза. Но как раз вокруг нее и завертелся сыр-бор. Слюдей затребовали 10 тысяч рублей. Деньги для пенсионеров нашла Палата справедливости. Но уже через неделю ставки возросли аж в семь раз. Контора пишет. Пишет часто. Через две недели. Нам не дают скучать этими бумажками. Мы ходили на Карла Маркса. Нам отвечали там, в общем-то, то же самое, что вот, подождите, как в сказке. Дайте срок, будет вам и белка, будет свисток. Дом купца Кутенина – исторический памятник. По закону его экспертизу должна проводить специализированная организация. Деньги на обследование выделила городская дума. Нужную сумму согласовывали месяц. За это время у экспертов истек срок лицензии. Других спецов нашли лишь 3 августа. Пошел новый отсчет. По срокам 21-25 дней у нас договоренность с данной организацией. После этого будем собирать необходимые организации для дальнейшего продолжения работ по окончательному решению. Сейчас середина августа, а эксперты все никак не дойдут до дома. Люди думают, гадают. Если к ним никто не придет, что тогда скажет в оправдании комитет ЖКХ? Фраза «Век воли не видать сделаем» жителей уже не устраивает. Ждать надоело. Эдуард Истомин, Борис Шабалдов, Вести Ульяновск. По 23 августа в Ульяновске проходит российско-германский диалог, форум практиков в социальной сфере «Жить вместе». Торжественное открытие прошло днем ранее в Главном управлении труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области. Большая делегация представителей тех волонтерских движений, отрядов и обществ, которые работают в Германии с семьями, в которых воспитываются дети с инвалидностью, прибыли сюда. В течение нескольких дней пройдут прекрасные мероприятия, в ходе которых будут рождаться замечательные социальные проекты. И они останутся в каждом нашем учреждении, смогут быть растиражированы для дальнейшей работы по всем муниципальным образованиям Ульяновской области. Ежедневно специалисты из немецкого города Лейпциг и сотрудники соцслужб вместе с волонтерами Молодежного инициативного центра будут реализовывать проекты по творческому развитию детей и инвалидов, социальному сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданию арт-объектов в городской среде и привлечению молодежи в волонтерское движение. Необходимо отметить, что это не первый опыт общения ульяновцев с коллегами из Германии. В прошлом году уже аналогичная международная школа добровольцев, это одно из ключевых мероприятий сегодняшнего события, проходила в городе Лейпциг. Тогда мы отправлялись делегацией добровольцев и волонтеров Ульяновской области и разработали ряд социальных проектов, которые реализовывались на протяжении всего этого года. Направлены они были в первую очередь на работу с детьми с особенностями развития, то есть на практическое волонтерство. В свою очередь творческие проекты, которые презентовали ульяновские волонтеры, в дальнейшем внедрят в социальных учреждениях Германии. В будущем планируются обменные программы для семей с детьми инвалидами. Городскую среду сделаем доступнее. Об этом мы не только говорили в Доме правительства. 100 миллионов рублей придут в регионы с федерального центра. Часть этих средств намерены пустить на строительство пансионата для пожилых. Подробности у нашего корреспондента. Рост индекса промышленного производства, а также активная инвестиционная деятельность. Все это позволило Ульяновской области, несмотря на сложности, не только остаться стабильным регионом, но и в отличие от многих других субъектов федерации обеспечить экономический рост. Инвестиции в основной капитал за 7 месяцев составили 34,2 миллиарда рублей, или 111% рост к уровню января-июля 2014 года. Более чем достойно. В то время как абсолютное большинство в стране, значит, субъектов Российской Федерации резко снизили показатели, где и в целом показатели по стране идут в минусе прошлого года, а мы только за 1 июль месяц 3 с лишним миллиарда рублей добавили плюсов. Проведенная работа позволила вырасти региону и с финансовой точки зрения. Поставленные задачи выполнены в полном объеме. Более того, по налоговым и неналоговым доходам идет перевыполнение. В целом доходы у нас по итогам первого полугодия мы собрали 18 миллиардов 575 миллионов, из них вот налоговых и неналоговых 13 миллиардов 686. Если сравнить по сравнению с прошлым годом, это плюсом на 2 миллиарда 424 миллиона. То есть мы видим, что работа проведена огромная по сбору доходных источников. Также на заседании правительства рассмотрели проект изменений в программу социальная поддержка и защита населения Ульяновской области. В ближайшее время в регион поступит около 100 миллионов федеральных рублей. Средства направят на укрепление материально-технической базы учреждений, социального обслуживания и оказание адресной социальной помощи. Наверное, самым главным событием текущей программы, текущих изменений в нашей государственной программе станет выделение средств в объеме 50 миллионов рублей на строительство инновационного, уникального, замечательного проекта «Пансионат для людей пожилого возраста», который мы будем открывать уже в следующий году. Также более 43 миллионов рублей будет направлено на развитие в регионе доступной среды. В этой программе область принимает участие уже с 2013 года. Деньги пойдут на создание инфраструктуры, адаптированной для маломобильных граждан. Елена Гончарова, Мария Пугачева, Герман Баранов, Вести Ульяновск. В Ульяновском государственном университете состоялся круглый стол по итогам двух волн проекта «Диалог». Цель – составить народный рейтинг пунктов стратегии развития Ульяновска до 2030 года. В качестве экспертов выступили руководитель направления по работе с инвесторами Корпорации развития Ульяновской области Илья Мамыкин, секретарь Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Корнев, кандидат педагогических наук Владимир Вальцев. Как стало известно, в ходе опроса ульяновцы считают всеобщую бесплатную ежегодную диагностику на риск развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний людей старше 40 лет, первоочередной в борьбе за здоровье и долголетие. Однако одной из основных проблем является диспансеризация работающего населения. Как-то борьба за то, что Министерство науки и образования хотело, чтобы они вообще-то говорят... Первое. У нас совершенно никакой мотивации нет у работодателя, чтобы проводить эту диспансеризацию. Просто даже отпустить своего сотрудника на диспансеризацию, у него нет мотивации у работодателя. А если мы говорим еще за счет работодателя, то даже нет механизма, чтобы этот работодатель захотел заплатить за диспансеризацию и заплатил. Говорили и о детском здравоохранении, в частности, о возведении перинатального центра на территории областной детской клинической больницы. Главной задачей руководство ставит сроки строительства и поиск персонала. К слову, о нехватке кадров во многих отраслях высказался и Сергей Зиментьев. Нам удалось в свое время во Франции закупить довольно серьезное оборудование по пизеляжным поделям. Нам удалось привлечь технологии по сборке, установке интерьера, по люкам и дверям то же самое. И как результат, все проекты, это мы вложили деньги. Все новые проекты, которые сейчас есть в авиастроительных корпорациях, они идут через Авиастер. То есть мы вложили деньги и сейчас привлекаем на эти деньги другие проекты. Естественно, эти проекты, это оборудование, мы приобрели такой, который может работать по цифровым технологиям. Опрос показал, ульяновцы считают, что нужно создавать больше высокоплачиваемых рабочих мест на основе международных инвестиций и инноваций, чтобы молодые кадры оставались работать в Ульяновске. Это, в свою очередь, поможет поднять уровень заработных плат в регионе. Напомню, проект «Диалог» стартовал в июле этого года. Сейчас в городе установлено 150 палаток во всех районах. Жители охотно отвечают на вопросы анкеты и делятся своими предложениями по благоустройству. Третья волна проекта начнется 24 августа и продлится до 2 сентября. Итоги диалога будут учтены при принятии стратегии на расширенном заседании Гордумы 8 сентября. Обезопасят детей. В Ульяновской области на пике ремонт школьных маршрутов. Всего таких трасс, по которым ребят из разных сел развозят по учебным учреждениям, около 400. Вести с дорог в нашем материале. Не асфальт, но дорогу к знаниям прокладывают специалисты в Майнском районе. Тяжелая современная техника и 8 человек персонала ремонтируют школьный маршрут. Смесь приходит хорошего качества. На всех этапах производства работ ведется контроль со стороны лаборатории. То есть проверяется качество асфальтобетонной смеси, ее толщина, укатка. Прослужит покрытие 5 лет, гарантируют подрядчики. И обещают управиться с ремонтом до 30 августа. На дорожную безопасность детей из Карлинской среднеобщеобразовательной школы выделили больше 20 миллионов рублей. Это бюджетный вклад региона. Директор же учреждения позаботился о транспорте. Ведь из 69 учеников 55 приезжают на автобусе из соседних сел. Мы обеспечиваем безопасность во время подвоза. В связи с этим установлены тахографы и другие системы контроля. В частности, на авиационной системе ЛАНАС. Это позволяет в любое время в онлайн режиме контролировать, где находится в это время автобус, в каком состоянии пути он или стоит и так далее. Следят и за техническим состоянием автобуса, и за здоровьем водителя школьного маршрута. Ведь ему нужно рано утром объехать села, собрать детей, а вечером привезти обратно домой. Ежемесячно в ГАИ отчитываемся в обязательном порядке. Там у нас ведем мы где-то пять журналов, это постоянно. И туда отметку делаем в ГАИ, что все нормально. Они проверяют нас по компьютеру, чтобы нигде у нас, не дай бог, что-то попадет. Но пока вот очень давно у нас без происшествий. С 1 августа по поручению губернатора в регионе проводят ревизию школьных маршрутов. Безопасность детей превыше всего. Из почти 400 дорог 55 эксперты признали плохими. И сейчас недочеты устраняют подрядчики. Сейчас ведется работа в Теренгульском районе, широкомасштабные работы в Индинском районе, в Сурском районе, в Радийском районе. То есть, в принципе, во всех муниципальных образованиях у нас дорожные службы продолжают работу. То есть, все дорожные службы с 1 августа были переориентированы на ремонт школьных автобусов маршрутов. Если до 1 августа мы работали на автомобильной дороге с высокой индустрией движения, то сейчас работаем на местной сети. Более того, 74 образовательных учреждения региона находятся возле крупных дорог. Поэтому в этом году для повышения безопасности детей на трассах в пешеходных зонах поставят новые флуоресцентные знаки, нанесут светоотражающую разметку, установят освещение. Все для снижения ДТП с участием детей, говорят власти. Вас Салфимова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, Измайнского района. Информация синоптиков Ульяновского гидрометеоцентра дополнит наш выпуск. Салфимова, Алексей Прохоров. Салфимова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, Измайнского района. Салфимова, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, Измайнского района. Салфимова, Алексей Прохоров.